Гладь лесного озера, отражающая горящую октябрьскую листву лесной чаще, низкое тучное небо, солнечные лучи, проникающие сквозь и падающие лентами на озерную поверхность. Ради этого пейзажа сюда, на Ласковское, стоит приехать. От города недалеко, а удовольствие можно получить на неделю вперед. Тем более, что это время года слишком скоротечно. Но в дополнение к сказочной идиллической картине увидеть царственную белую птицу. Это может показаться сном. Мы определили его как лебедь-шипун. Это вид, который для Рязанской области вообще не характерен. Рязанская область не входит в ареал этого лебедя. Лебедь-кликун обходит Рязанскую область, но он может встречаться вокруг Рязанской области, в других местах. Просто у нас нет. А вот шипун вообще, его ареал не касается Рязанской области. Лебеди-шипуны – красивейшие крупные птицы, достигающие 14 килограммов веса, распространены на территории Евразии, эмигрирующие на побережье Каспийского и Средиземного морей в зимний период. Интересно, что взрослые особи отличаются от молодняка белоснежным оперением и ярко-красным клювом. А вот у молодежи клюв серый лиловый и серое оперение. Плавая в водоеме, лебедь грациозно выгибает шею и изящно приподнимает крылья. А когда его беспокоит, устрашающе шипит. Отсюда и название – лебедь-шипун. Они могут потерять ориентировку, занести их может каким-нибудь ураганом, ветром. Может просто что-то в их мозгах нарушилось и они полетели не туда. К нам иногда прилетают белые цапли, которые вообще встречаются на юге. А каждый год одну-две цапли мы здесь в Рязанской области, ну не каждый год, а регистрируем. Собираясь в теплые края, птицы могут подолгу пережидать непогоду. Сбившись в стаю и лежа на земле, лебеди подбирают лапки и прячут клюв в ожидании хорошей погоды. Наша птица плавает по озеру и тоже, вероятно, ждет. Лебеди, как и гуси, наверное, они очень холодостойкие. Улетают, когда озеро начинает замерзать, вода. Вот тогда они отлетают. Я думаю, что если он способен был прилететь на Ласковское озеро, то он способен и улететь из него. То есть, когда его не будет устраивать здесь обстановка, он улетит. После того, как в 1960 году запретили охоту на лебедя-шипуна, этому виду не угрожает исчезновение. Однако птицы требуют бережного к себе отношения. До сих пор им могут нанести ощутимый вред браконьеры. Поэтому во многих странах лебедь-шипун занесен в Красную книгу как сигнал того, что птица может исчезнуть, если не соблюдать правила охраны этих пернатых. Раньше лебедь-шипун гнездился у нас, но последние десятилетия его нет. Тут скорее не неблагоприятные условия, а может быть численность невысокая, а охотники их стреляют, отстреливают. Это очень крупный, грубо говоря, гусь. Поэтому крупная, редкая добыча. И многие охотники не жалеют такую редкость и такую красоту ради куска мяса. Лебеди-шипуны обладают хорошей памятью, надолго запоминают обидчика и даже мстят ему при случаях. Скорее всего, совсем скоро прекрасная птица улетит в теплые края. Но пока можно созерцать неземной красоты картину. Погладе лесного озера в отражении неба и огненного леса, под падающим ранним снегом плавает одинокий белый лебедь.